О, я, конечно, расскажу, спасибо, Юля, потому что как-то... Любите ли вы горячую воду? Да, мой путь – это термос. Лена и термос – это просто вот всегда, то есть любой эфир, любые тренинги, и вообще всё, что я не говорила, я начинаю, продолжаю, заканчиваю, говорить, пейте. Пейте горячую воду. Любите ли вы пить горячую воду, как люблю это делать я? Да, вот мой термос, вот видно, да, пар идет, то есть вот горячая вода, мелкими глоточками, то есть я этому научилась, когда была в Японии и когда общалась с китайской медициной, это, собственно, первое, первое, первое и главное, и в частности очень важно при стрессе, то есть остро нуждается организм вообще в воде, и при стрессе особенно, и поэтому лучше всего, если есть возможность, пить горячую воду, ну, понятие «горячая» для каждого индивидуально, приемлемая для вас температура, но чтобы это была не холодная вода и не вода комнатной температуры желательно, а именно горячие маленькими глоточками, в идеале примерно там 100 миллилитров каждый час, это вообще просто оптимально, хотя бы так, и если есть возможность добавлять в эту воду магния, ну, вот как это делаю я. Хорошо, теперь к воде, что я хочу сказать, во-первых, дополнить то, что перед этим говорила Юля по поводу питания, простите меня, но у меня очень жесткие всегда примеры и очень жесткие ассоциации, вот в частности по поводу питания, сна и рутин. Я сейчас буду апеллировать к четырем способам выживания в Освенциме и вообще в контрастационных лагерях. Я просто общалась с людьми, которые выжили там, и вот эти четыре способа выживания вот у меня прописаны просто в мозгу. То есть первое и самое главное, всегда ешь то, что дают, даже если это вот не выглядит съедобным или вот в наши условия, как вот Юля озвучивала, да, то есть я не хочу есть, ешь, ешь, это очень важно. Второе правило выживания в Освенциме звучало так – спи, когда тебе дают, потому что сон – это наиважнейший вообще фактор в жизни человека для выживания, для здоровья и, девочки мои, для красоты в том числе, если уж отрешиться, да, от каких-то экстремальных ситуаций. Про сон, я думаю, вы уже слышали 500 миллионов раз, как это важно, как это нужно, что для этого нужно делать. Но вот в частности в нашем тренинге мы этому обучаем и помогаем сугубо практически, то есть как расслабиться при нашей жизни. И вот особенно сейчас у нас специальные уроки, это есть специальный вечерний комплекс, есть упражнения. И вот если вы сейчас захотели задать мне стандартный вопрос, звучащий при слове «сон», «Лена, расскажи, пожалуйста, на какой подушке я должна спать?», «Лена, на каком матрасе я должна спать?» «Никаким одеялом я должна накрываться, потому что я слышала, читала, бла-бла-бла». Стоп, не пишите мне, пожалуйста, ничего, я сейчас отвечу. Птички мои прекрасные. Вот эти все заявления, что тебе нужна какая-то специальная подушка, специальный матрас и одеялко – это все маркетинговые ходы. Главное – спать. Спать на той подушке, которая тебе удобна, которой ты можешь обнять и зарыться в нее как угодно. Если тебе кто-то впаривает, что у тебя там на лице будут какие-то заломы или замятые, что-то такое, слушай, как замялось, так и разгладится. Особенно если ты выучила у нас двукратное умывание. Если ты знаешь большой самомассаж, то ты можешь спать лицом в подушку ровно столько, сколько хочешь. Матрас должен быть такой, какой тебе удобен, на котором тело твое расслабляется. Если там какие-то вдруг отеки типа там образовались, у нас есть комплекс с палкой, который прекрасно это все разгоняет. Птички мои, кто давно с нами, напишите, пожалуйста, что это действительно так. Поэтому главное усвойте – спать нужно. Вот это очень важно. И спать нужно на том, на чем вам удобно. Ну и с помощью наших техник это состояние очень облегчается. Все, мой спич закончился. Чтобы вот процитировать слова святого Серафима Саровского. Спасися сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Поэтому, девочки, если вы сейчас ощущаете беспомощность, ощущаете какой-то страх, злость и действительно, ну, никак не можете повлиять на ситуацию, вообще на все, что происходит, Самое главное, пожалуйста, постарайтесь свести к минимуму то первое, что нужно делать – это пить воду. Пожалуйста, пейте воду. Вот сейчас я не буду говорить, что пейте обязательно горячую. Если есть такая возможность, птички мои, это прекрасно. Но ваша задача сейчас в первую очередь просто пить. Пить воду, ту, что есть, регулярно. Пить самим. Поить своих детей, поить своих окружающих. Вот просто буквально там каждый час хоть что-то. Если есть возможность не только пить, но и периодически умываться, ну, я не знаю, брызгать себе в лицо, просто умывать лицо, потому что вода – это сейчас чрезвычайно важно. Пить воду. Это